Тренировки по расписанию в темпе, впрочем, занятия и не прерывались. Здесь должен быть футбол и ничего более. Именно так решил суд Железнодорожного района Барнаула. Вот такие объявления на входе встречают сейчас посетителей Манежа. Речь идет о концерте звезд 90-х во главе с тем самым Андреем Разиным, что свел с ума страну вместе с Юрием Шатуновым. Вот только барнаульский июнь для продюсера оказался весьма неласков. Нет слов, бедные люди, которые живут в Алтайском крае, в городе Барнауле. Конкретно я еще раз призываю всех артистов, не попадитесь, как наши звезды, и не потерпите огромный крах из-за разочарования. Пока там выносятся такие решения, ваши концерты могут быть отменены за 5 минут до начала. Отменять концерт пришлось быстрыми темпами, ожидал Саншлаг. Звездные гости уже прилетели в Барнаул. Некоторые из них погуляли по городу, чуть позже сели на самолет и улетели обратно. Как после напишет Разин, за свой счет понесли убытки и в самом темпе. К этому времени уже были установлены дополнительные трибуны, закрыт газон специальными щитами. Все такими же быстрыми темпами, по заверениям руководителей, темпа завершилось само заседание суда, на котором решалась будущая объекта. Причина – противопожарная безопасность. В любом случае мы будем обжаловать это исковое заявление, мы с ним не согласны. Параллельно будем готовить документы и добиваться какого-то тогда официального подтверждения, что можно проводить именно такой вид деятельности. Манежтемп пополнил список спортивных объектов, в котором были точно такие же претензии со стороны проверяющих. Первым из них опечатали дворец зрелища спорта. В итоге самая большая ледовая концертная площадка края так никогда и не откроется. Затем накопилось немало вопросов в Карандин-арене. Исправили теперь вот очередной случай. Это частный коммерческий объект, который вправе распоряжаться так, чтобы, ну, наверное, он ему приносил в том числе и доход. Все те спортивные, тренировочные, соревновательные мероприятия, они есть в календаре, они никоим образом не ущемляются. Вторым темпом звезды прошлого века обещают заехать на Алтай уже в сентябре. До этого владельцы манежа намерены исправить все недоработки и поменять в документах назначение объекта, добавить к слову «спортивная» приставку «концертная». Ольга Бузова, в отличие от Андрея Разиновой и компании, похоже, может выдохнуть выступление певицы в уже обновленном темпе, обещают организаторы, должно пройти без срывов. Кирилл Политов, Николай Шилко. День с толком. Пролетовая